Охрана Маиса Карапитина С раннего утра у старинных чугунных ворот Московского Армянского кладбища появились тщательно выбритые молодые люди в черном. Они внимательно оглядывали посетителей и отгоняли пытавшиеся припарковаться автомобили. Никто из водителей не возражал, а стоявший неподалеку милицейский патруль бездействовал. До конфликтов не доходило, но ограничение касалось лишь посторонних. Уже к полудню весь тротуар на улице Сергея Макеева, тянущийся вдоль кирпичной стены кладбища, был заставлен дорогими автомобилями. Из 50 машин большую часть составляли Мерседесы, джипы, БМВ и Линкольны. Наконец процессия из 200 человек, впереди которой несли аспидно-черный гроб за 2000 долларов, медленно двинулась к храму. Хоронили 32-летнего Маиса Карапетина, самого авторитетного армянского вора в законе Маиса Кироваканского. Из оперативных материалов, 26 июля 2001 года в 23.40 на Большой Бронной, 9, возле автомашины БМВ-730 обнаружен труп мужчины с пятью огнестрельными ранениями головы и тела. С места преступления изъято 8 гильз и 1 деформированная пуля пистолета ТТ образца 1933 года. Экспертизу установлено, что стрельба велась из двух пистолетов. Проверкой по полигильзотеке ГУВД Москвы данных об использовании этого оружия при совершении других преступлений не установлено. Личность убитого выяснили сразу. Помог единственный свидетель, едва не ставший жертвой киллеров. Он являлся телохранителем Маиса Кироваканского. В тот вечер потерпевший назначал деловую встречу в кафе Капа Кабана. Разговор продлился с 22.00 до половины 12.00. Когда Маис вышел из кафе и направился к своему БМВ, на перерез ему бросились двое парней. Один уже на бегу начал стрелять. Второй произвел выстрелы в телохранителя, но промахнулся. После чего киллеры, по внешнему виду кавказец и славянин, сели в поджидавшую машину и скрылись. Телохранитель, доставший из своей девятки помповое ружье, ответить не успел. Он заметил лишь, что киллеры использовали для отхода иномаку темного цвета. Расправы над авторитетами Когда жертва убийства становится авторитет преступного мира, сыщиков редко ожидает легкая работа. Такие акции всегда тщательно готовятся. Исполнители подбирают. Среди профессионалов, разрабатывается план. Заказчики не скупятся на расходы, продумывают каждую мелочь, потому что знают, искать их будет не только милиция. Еще с большим рвением поисками организаторов и исполнителей убийства займутся друзья и соратники жертвы. Известен случай, когда для расправы с авторитетом киллеры переоделись в женское платье и гуляли возле стоянки центра международной торговли с детской коляской. В ней лежали автоматы Калашникова с укороченными стволами. Машина, на которой подъехала к ЦМТ жертва, была изрешечена очередями, после чего наемники скрылись с места преступления на бортовом грузовике. В дальнейшем оказалось, что это были новокузнецкие киллеры. Мотивы убийства Карапетина среди выдвинутых версий, мотивов убийства авторитета, рассматривалась и такая, раздел сфер влияния между преступными кланами. Однако поначалу отрабатывались и другие линии. На месте расстрела Маиса сыщики обнаружили барсетку. Хозяин скоро был найден, и оперативники убедились, что никакого отношения к случившему сон не имеет. Парень проезжал мимо на машине, барсетку держал слева, у водительской двери. Когда его остановили милиционеры и он выходил из салона, сумочка случайно выпала из жигулей. Не помогло делу и видеозапись камеры наблюдения, установленной недалеко от кафе Капа Кабана на фасаде здания военно-промышленного банка. Ничего существенного на кассете зафиксировано не было. Сыщики подняли давнее уголовное дело, возбужденный Таганским Руфт в отношении Маиса. Еще в 1995 году тот задерживался со стволом и дозой героина. Причем пистолет был приобретен Карапетином незаконно. Познакомились оперативники и с адвокатом Маиса. Вор в законе, как и подобает солидному человеку, имел собственного юриста. Причем не рядового, а управляющего адвокатской конторой. Юрист сообщил, что Маис был коронован еще в начале 90-х годов. Но воры старой информации его не признавали. Они считали, что образ жизни Карапетина не соответствует требованиям, предъявляемым законникам. Старые воры ставили во вину Маису его семейные положения. Он был женат. Не укладывался в те же рамки и такой факт. В гостинице Орленок убитый имел золотую карточку. Он часто отдыхал там в бильярдной Кегельбане. Был завсегдатым ресторанов и проводил время в шумных компаниях. Партнеров по бильярду и застольям установить труда не составило. Помогла служба безопасности отеля. Хотя ничего нового никто сообщить не смог. Или, скорее всего, не захотел. Допрошенные хранили вежливое молчание. Картина преступления Картина преступления постепенно вырисовывалась оперативным путем, через милицейских агентов и осведомителей, была получена информация о давнем конфликте между другим авторитетным армянским вором Ноной и убитым Маисом. Согласно поступившим сведениям, лидеры клана якобы не поделили доходы от асфальтового бизнеса в московском регионе. Вражда между Надари Фарзианом, известным как Нона, и Маисом Кирово-Аканским началась с воровского сходника. Тогда из числа законников были исключены лидеры уголовного мира, сам Маис и воры Ваха и Дед Хасан. Последний, четырежды судимый Аслан Усайян, до этого был в прекрасных отношениях с Нона, имел с ним один общак и пользовался огромным авторитетом по всей России. Достаточно сказать, что именем Усайяна, Деду Хасана, решались любые спорные вопросы от Приморья до Калининграда. Его полномочные представители в Сибири, на Дальнем Востоке, в Узбекистане считались смотрящими и регулярно собирали деньги в воровской общак. Среди друзей Хасана числились Шарко Молодой, Ваха Сухумский, Тюрик, Мерап и другие. На сходнике Деду Хасана обвинили в нарушении понятий. Он, как утверждали недруги, делал ворами людей, не имевших должного авторитета, порой даже несудимых, молодых, не знающих жизни и понятий. Незаслуженные коронации, так называемые штамповки, не единственная высказанная тогда претензия. Другой не менее авторитетный вор Рудольф Аганов, по кличке Рудик, обвинил Хасана в получении огромной прибыли, за счет тотального контроля курортных зон Кавказских минеральных вод. Чтобы лучше представить объемы денежных потоков, которыми оперируют воры в законе, позволю себе небольшой исторический экскурс. Еще в 1996 году прокуратура Ставропольского края объединила 15 уголовных дел по фактам убийств, разбоев и вымогательств. Одним из основных фигурантов дела был никто иной, как Дед Хасан, которого задержали в Санкт-Петербурге, в автомобиле с депутатскими номерами. Одновременно в Москве, по месту прописки Усайяна, был произведен обыск, во время которого оперы изъяли 380 тысяч долларов и 2 килограмма золота. Правда, то громкое дело так ничем и не закончилось. Доказать причастность Усайяна к преступлениям прокуратуре не удалось. Точка конфликт между центровыми ворами в законе обострялся. Постепенно в противостоянии наметились две линии, с одной стороны, Рудик и Нона, а с другой, Дед Хасан, Маис и другие. Обострение конфликта вражда становилось все острее. В феврале 1999 года борьба за первенство в уголовном мире обрела конкретные формы. В Кафемайр, на 51-м километре МКАД, где среди посетителей находился Рудик, ворвали шестеро людей в камуфляже, с масками на лицах и с пистолетами в руках. Всем на пол, прокричал один из налетчиков, лежать, руки за голову. Когда смертельно перепуганные посетители рухнули лицом вниз на грязный, затоптанный пол, налетчики подошли к вору в законе Аганову и расстреляли в него обойму. Рудик скончался на месте. Позже из агентурных сообщений стало известно, что исполнители, два боевика из армянской ОПК, получили за выполненное задание 50 тысяч долларов. Неизвестно, кто именно расплатился с киллерами, но только после этого Дед Хасан стал особенно осторожен и подолгу не жил на одном месте. Его видели то в Геленджике, то в Сочи или Краснодаре, то в Ростове-на-Дону. И всегда рядом находились два телохранителя, вооруженные скорострельным оружием. Война была объявлена. Новыми жертвами схватки мафиозных кланов стали вор в законе боец из Иркутска и его земляк авторитет Андрей Верещагин. Их трупы обнаружили у дома 37 на Мосфильмовской улице. А позже на улице Дружбы нашли брошенный машину убийц, БМВ с Владимирскими номерами. В салоне авто лежали пистолеты-пулеметы с опустошенными магазинами. Рукоятки пистолетов были аккуратно обмотаны мятой фольгой. Киллеры не хотели оставлять отпечатков пальцев. Следующим выбитым из игры оказался вор в законе Сергей Сибиряк. Его тело даже не удалось найти. Он просто исчез. Едва не погиб защитник старых воровских традиций НОНа. Он попал в засаду у ресторана в земледельческом переулке в Москве. Телохранитель НОНа, получивший несколько смертельных ранений, скончался до приезда скорой, а сам Фарзиан выжил чудом. Киллеры ранили его в ногу. 12 июля 2001 года четверо сторонников Моиса Кироваканского попадают в больницы с тяжелыми огнестрельными ранениями. Никто из жертв объяснить или указать причины нападения не захотел. А через два дня в подмосковном Фрезине Моис собирает сходку своих сторонников. Из 40 присутствовавших 19 являлись ворами в законе. Равно через неделю после сходки Моис гибнет у кафе Капу Кабана от рук Тиллера. А позже, в сентябре, находит смерть его ближайший друг Юрия Моян. По прозвищу Юра Пластмасс, необычный псевдоним объясняется тем, что после тяжелого ранения в голову Амаяну вставили пластиковую пластынку. Пластмасс проживал по чужому паспорту в гостинице Ленинградская, и официальная версия смерти – передозировка наркотиков. Но оперативники уверены, что это хорошо исполненное и безукоризненно сокрытое убийство. В этот же период от взрыва бомбы под сидением БМВ погибает некий Аганисян, связанный с теневым строительным бизнесом в Москве. Тогда же происходит нападение на авторитет Андроника Нерсисяна. Он подъехал на лимузине Мерседес 500 к своему дому на Большой Грузинской и открыл дверь. В этот момент к нему подбежал неизвестный и дважды выстрелил из пистолета Макарова. Ранение в грудь оказалось смертельным. Киллера, а также страховавшую его женщину с пистолетом в руке, задержать не удалось. Не нашлось даже свидетелей, которые помогли бы составить их фотороботы. В октябре – новая жертва. На этот раз убийца расправился с 53-летним Григорином в центре города, на Новолесной улице. Уроженец Армении не был связан с криминалом, он занимался ресторанным бизнесом. Когда Григорин в 23.35 в сопровождении приятеля вышел из машины и направился к подъезду дома, из темноты выскочил человек с пистолетом и выстрелил в предпринимателя. Пуля попала точно в переносицу, смерть была мгновенной. Свидетелей не отыскалось. Не помогли следствию опросы друзей и родственников покойного. Но оперативники уверены, что все преступление – звенья одной цепи. После гибели авторитетов началась охота на тех, кому они служили крышей. Убийство коммерсантов и предпринимателей – ничто иное, как желание осуществить так называемую переадресовку налога на охрану. Косвенно это подтверждается последними событиями – беспрецедентным по дерзости расстрелом в ноябре трех человек на Ленинском проспекте. Киллер подстерег «Волгу», в которой ехали некие Маркарян, Гивандиан и Агаранин, на светофоре у дома Н-65. Когда машина остановилась на красный сигнал светофора, убийца выскочил из ехавших следом «Жигуля» и расстрелял весь рожок автомата с откидным прикладом в пассажиров «Волги». После чего стрелок прыгнул в поджидавший его автомобиль с водителем, на огромной скорости проскочил арку дома, затем, мимо элитного магазина «Калинка» и «Стакман», что подтвердили камеры наружного наблюдения, и скрылся в направлении станции метро «Университет». Сидевший за рулем «Волги» Маркарян скончался на месте. Машина, потеряв управление, по инерции проехала около 150 метров, уткнулась в бордюр и заглохла. Агаранин и Гивандиан, первый получил пять пуль, второй, одну, нашли в себе силы выбраться из «Волги» и добежать до ближайшего магазина, где им оказали первую помощь до приезда скорой. Точка аналитики ГУВД Москвы утверждают, что такого беспредела в столице не наблюдалось с начала 90-х годов, пика криминальных разборок между этническими преступными группировками. Достаточно сказать, что стрельба велась в час пик, в 19.05, на живленнейшем перекрестке на Ленинском проспекте, да еще в десятки метров от скворечника ГАИ БДД. К тому же трассу готовили к проезду кортежа канцлера ФРГ Шредера, и прибывшая на место происшествия опергруппы с Петровки, 38, машину жертв. Не обнаружила. Позже выяснилось, что служба безопасности президента в срочном порядке отбуксировала изрешеченную пулями «Волгу» подальше от правительственной трассы, на территорию Гагаринского района. Потом удалось установить, что в «Волге» находился и четвертый пассажир. Он скрылся с места расстрела с каким-то чемоданчиком в руке, по предположениям сыщиков именно этот четвертый был главной мишенью. Он, опять-таки по оперативным данным, является одним из хозяев расположенного неподалеку прибыльного кафе. А другой раненый пассажир работает менеджером ресторана «Муж в центре столицы». Связь расстрела на Ленинском с предыдущими разборками подтверждается любопытным фактом. Нападение случилось на сороковой день после гибели авторитета «Амаяна» в гостинице «Ленинградская». Скорее всего с пассажирами «Волги» друзья Юры Пластмасса расправились в соответствии с ритуалом. Так или иначе, версия переадресовки налога на охрану остается наиболее вероятной. Правда, сыщики уверены, что на этом война не закончится. Взаимное истребление будет продолжаться, слишком далеко зашли стороны, слишком много выстрелов прозвучало.